Новый район, новые перспективы. Четверть века спустя в Восточно-Казахстанской области снова образовался Самарский район. Раньше он был одним из самых успешных в регионе. Теперь есть все возможности вернуть былую славу, считают местные жители. Поэтому в честь создания района они устроили праздник. Но при этом главной надеждой люди питаются с тем, что решатся их многолетние проблемы. В частности, с питьевой водой, плохими дорогами и дефицитом кадров. Подробности у Аналий Сенвердиной. Это шествие колонн из машин и лошадей началось с границ Капиктинского района и имеет глубокий символический смысл. Теперь Самарский регион отдельная административная единица и отправляется в самостоятельное будущее. 25 лет люди верили, что смогут вернуть статус района. Поэтому теперь празднуют от души. Нельзя сказать, что в составе Капиктов местному населению жилось плохо. Но большая территория и единый на нее бюджет не всегда давал возможности решать проблемы Самарской части. Сейчас ситуация изменится, считают сельчане. Например, в новом райцентре сложности с водопроводом и канализацией. Износ труб канализационной системы. Основная проблема с комфозом. Проблемы вот эти не решены. Сейчас данная работа уже проводится, началась. Но у нас большая проблема с бюджетом. С образованием района деньги распределять будет проще, уверены жители Самарского. К тому же сюда теперь потянутся и молодые специалисты. Дефицит кадров – серьезная проблема, особенно в местной больнице. Очень большой дефицит кадров. Сейчас мы набираем, но все равно нам нужны кадры. Офтальмолог нам нужен, дерматолог нужен, онколог нужен, хирург нам нужен. Требует внимания и районная сеть дорог. В некоторых селах асфальта никогда и не было. А там, где есть, покрытие не ремонтировали десятками лет. Поэтому добираться куда-либо – задача не из легких. Все эти годы большие сложности были сообщением с бывшим райцентром селом Кокпикты у жителей отдаленного Харакола. Очень рада, что вернулся наш район, потому что с Харакола – это самая дальняя точка Кокпиктинского района была. Это, значит, 180 километров туда, 180 назад, 400 километров в день. Очень трудно было для населения оформлять пенсию. Даже земельные участки ездили по 11 раз. Тем более сообщения нету никакого, автобусы не ходят, таксистов надо нанимать. А это дорогое удовольствие, не скрывают возмущения люди. Но создание нового района автоматически сократило расстояние от села в райцентр вдвое. Постепенно решатся и другие бытовые вопросы. Тем более, что перспективы в экономике хорошие, делятся специалисты. Самарский район в те годы, в те передовых районы, в области, теперь был и статус вернется, потому что у нас потенциал имеется. Сельскохозяйство, ископаемые полезные, туризм, все у нас имеется потенциал. К слову, Бухтальминское побережье в Самарке – одно из самых популярных у туристов. Начали здесь недавно и проект по добыче золота и Садпаевское месторождение ильминитовой рудой. Прямое отношение к новому району имеет и строительство моста через Бухтальминское водохранилище. Он соединит Самарское побережье с Курчумским. Уже сейчас новым предприятиям требуются рабочие руки.